Гипертоническая болезнь, причина грозных осложнений, острых сердечно-сосудистых катастроф, инфаркта миокарда, инсульта. Из-за повышенного артериального давления может развиться хроническая сердечная недостаточность. Не зря гипертонию называют тихим убийцей. Она подкрадывается незаметно, а ее симптомы легко принять за что угодно, но только не за признаки опасной болезни. Как себя обезопасить и как жить, если болезнь уже есть, рассказали соровчанам на школе здоровья. Чтобы не достичь этих конечных точек, необходимо вовремя профилактировать заболевание. Нужно понимать, что если вовремя предпринимать определенные меры, корректировать факторы риска, ежедневно принимать лекарственные препараты, то заболевание можно справиться. Гипертоническая болезнь – это хроническое заболевание. И работать нужно с молодым населением, которое находится в группе риска развития данного заболевания, либо которым не так давно диагностировано этот процесс. Своевременная профилактика, коррекция определенных показателей позволит нам достичь успешных показателей. Пациент будет трудоспособен, снизится риск инвалидизации, повысится качество жизни такого пациента. Обилие жирной, жареной или соленой пищи, неумеренное потребление сладости, отсутствие двигательной активности, стрессы, отказ от выписанных лекарств, недостаточный контроль за артериальным давлением. Все эти факторы могут привести к развитию гипертонии. Но самый главный триггер – курение. Курение и сахарный диабет – вас ждет инфаркт или инсульт. Курение и артериальная гипертензия – вас ждет инфаркт или инсульт. А если курение продолжается на фоне состоявшегося уже сердечно-сосудистой катастрофы, уже был в анамнезе инфаркт или транзиторная ишемическая атака или инсульт, и мы уже занимаемся вторичной профилактикой, а вы продолжаете курить, ну, успеха от медикаментозной терапии не будет. В этот раз, помимо постоянных участников школы здоровья, на встречу пришли и студенты Саровского медицинского колледжа. Материал был достаточно интересный. Какую-то информацию я уже знала из того материала, что мы изучаем. На какие-то наводящие вопросы я уже знала ответы. Было очень увлекательно. Я думаю, что каждому горожанину, каждому человеку нужно обязательно побывать на такой лекции, чтобы знать больше о своем здоровье, как избежать проблем со здоровьем. Очень интересная лекция была о отказе от курения, о правильном питании. Я считаю, что для нашего населения это очень нужно знать. В следующей встрече школы здоровья будут посвящены отказу от курения и ожирения. Екатерина Пенова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.